После ухода со своего поста Петра Коротченко решением депутатов городской думы была создана специальная конкурсная комиссия. В ее состав вошли председатель комиссии, заместитель председателя гордумы Инна Ольга Шоков, депутат городской думы Марат Баддыев и начальник управления правительства Карачаева Черкесской Республики по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Никулин. Несмотря на то, что все наши решения были опубликованы в средствах массовой информации, как в региональных, так и даже в федеральных, особого большого количества желающих принять участие в конкурсе не было. Я говорю это почему? Потому что сейчас уже есть какие-то там замечания, что якобы это все проводилось калуарно. Еще раз говорю, что максимально открыто это все проводилось. Телекомпания Черкес ГТРК, Карачаев Черкесия, Интерфакс, Юг, 09bis.ru, газета, экспресс-почта, все возможные средства массовой информации об этом конкурсе объявляли. К сожалению, социальная активность наших граждан такова, что только три человека подали документы. Члены конкурсной комиссии внимательно изучили документы кандидатов, лично побеседовали с каждым из них. Учитывался тотдовой стаж, опыт работы на руководящих должностях, личные качества кандидатов. Рассматривались разные вопросы, вплоть до наличия судимости и задолженности в банковских или финансовых структурах. Проверив все данные, члены конкурсной комиссии пришли к единогласному мнению, что наиболее подходит на эту должность, исполняющий обязанности мэра Руслан Тамбиев. Считаю, что наше решение более-менее объективно, так как оно основывается не на наших эмоциях, а в большей части на тех документах, которые представил конкурсант. Наличие большого профессионального и человеческого опыта, стаж работы руководителем крупных организаций и предприятий, стаж работы в правительстве Карачао-Черкесии, работа в городе Черкесии, знание проблем города изнутри, участие в решении этих проблем изнутри, позволило нам принять решение, которое, на мой взгляд, еще раз говорю, объективно. Дума муниципального образования города Черкесия решила согласиться с деятельностью конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя мэрии муниципального образования города Черкесия и результаты ее работы по проведению конкурса на замещение должности руководителя мэрии муниципального образования города Черкесия признать действительными. Назначить на должность руководителя мэрии мэра муниципального образования города Черкесия Тамбиева Руслана Леевича. После голосования и оглашения решения глава города Евгений Биланов предложил только что избранному мэру не затягивать с официальными процедурами и подписать контракт на заседание. Я хочу поблагодарить весь депутатский корпус городской думы за то, что сегодня поддержали мэрии мэрии мэрии. Я понимаю, что я проработал с его исполняющим меньше месяца. Я понимаю, что это сделано с большим авансом. Буду работать, не буду, а будем вместе работать. У нас с вами одни цели, одни задачи. Я надеюсь, я уверен, что у нас с вами все получится. Свою трудовую деятельность Руслан Тамбиев начинал энергетиком на заводе «Каскад». Затем через два года перешел на должность начальника энергоремонтного цеха на том же самом предприятии. В 90-х работал прорабом кооператива «Контакт». В разные годы возглавлял ОАО «Агроресурс», «Агростройкомплект» и «Черкесские городские электрические сети». В 2006-м перешел на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачао-Черкесии. В этом году Руслан Алиевич был назначен первым заместителем председателя правительства республики. Личность Руслана Тамбиева в политических кругах известная. В частности, поэтому народные избранники и оказали ему столь высокий кредит доверия. После назначения новый мэр поделился своими планами с депутатами городской думы, предложив обсудить совместно имеющиеся идеи и предложения, которые касаются распределения средств бюджета города на следующий год. Бюджет 2012 года, он отличается от бюджета 2011 года. Мы по многим позициям сделали изменения. Основные изменения направили именно на внешний облик города, на благоустройство. Будем работать больше по здравоохранению, планируем перенести скорую помощь, планируем большие работы провести по парку культуры отдыха «Зелёный остров». Затем планируем работы по ЗАГСу, много работ. Поэтому для того, чтобы это основа, чего я хочу добиться, и это будет, чтобы наш бюджет был прозрачный и понятен, как и вам, но и основным слоям населения. Что касается нового бюджета на 2012 финансовый год, согласно требованиям закона перед его принятием необходимо провести публичные слушания, которые были назначены депутатами городской думы на 23 декабря текущего года. До этого дня его более тщательное рассмотрение будет проходить на депутатских комиссиях. Напомним, что любой житель города Черкеска в период до 23 декабря может ознакомиться с проектом бюджета, опубликованным в газете «Экспресс-почта», и внести свои замечания и предложения по распределению городских средств. Мы будем принимать и рассматривать все те предложения и замечания, которые будут возникать как у депутатов, так и у любого жителя города Черкеска, для того, чтобы максимально учесть все пожелания наших горожан. На заседании городской думы было рассмотрено еще три вопроса. Один из них касался выплат денежных средств жителям Черкеска, участникам и инвалидам Отечественной войны. Теперь по решению городской думы о своей 85-90-летней юбилеи фронтовики города получат единовременную финансовую поддержку в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, будет оказана единовременная материальная помощь на организацию похорон семьям в случае смерти ветерана. Депутаты городской думы не забывают и о представителях старшего поколения, которые внесли значительный вклад в развитие Черкеска. На заседании было принято решение присвоить звание почетного гражданина города заслуженному строителю Карачаева-Черкесии Ибрагиму Салпагарову, который в былые годы, находясь на различных ответственных руководящих должностях, сделан немало для Карачаева-Черкесии, в том числе и для ее республиканской столицы. При его непосредственном участии были построены детские сады, школы и животноводческие комплексы и другие социально-экономически значимые объекты. В этот день слова поздравления были адресованы и начальнику организационно-юридического отдела Гордумы Ольге Алладиной. Депутаты поздравили коллегу с юбилеем и награждением ее почетной грамотой Совета Федерации Российской Федерации. Катима Куршева, Роман Бородкин. Итоги недели.